Добрый вечер! Добрый вечер! Сегодня мы рассмотрим, мы продолжаем цикл наших дубликаций, который состоит из восьми вебинаров и из восьми тем, которые мне хочется раскрывать каждую тему отдельно и на отдельном вебинаре. Кто впервые? Меня зовут Любовь Фёдорова. Многие меня уже знают, меня уже смотрят, пишут свои комментарии, вопросы присылают в личку. Мне очень приятно, что люди находят что-то полезное для себя, что-то новое. Поэтому сегодня, как всегда, от души поделюсь я всё тем, что я знаю по данной теме. А тема у нас будет сегодня сопровождение. То есть мы уже рассмотрели первые пять тем. Это постановка целей, создание книги контактов, планирование своего времени, телефонные звонки, телефонный этикет. Два вебинара мы посвятили презентациям, потому что тема очень широкая, обширная. Мне хотелось много разных нюансов рассказать, раскрыть. И сегодня мы поговорим о сопровождении и ответим на три таких вопроса. Что значит правильное сопровождение? Что такое конверсия? И от чего она зависит? И для чего она вообще нам нужна? И чем отличается сопровождение от наставничества? Итак, как говорится, поехали. Мы на многих вебинарах, раскрывая многие темы, я начинаю с этой схемы. Четыре шага дублирования системы работы наших спонсоров. То есть у нас есть такой термин «спонсоры». Это тот человек, который нас пригласил, который нам рассказал о проекте, который нас поддерживает, помогает. Мне больше нравится говорить «пригласитель» или «наставник». Но есть такое понятие «спонсоры». И иногда на автомате мы это произносим. То есть я хочу, чтобы было понятно, почему именно так. И мы говорили о том, что на первом шаге мы делаем приглашение. Мы подробно разбирали, как это делается. На втором шаге мы присутствуем на вебинаре или презентации. Третий шаг – это у нас звонок после вебинара, когда мы хотим узнать мнение человека, понравилось, не понравилось, все ли понял. Есть еще какие-то дополнительные вопросы. То есть первые три шага – это, так сказать, первичное знакомство с проектом, когда человек получает первичную информацию. То есть наш приглашенный, наш клиент, мы можем по-разному называть, наш партнер, наш потенциальный инвестор, он получает первичную информацию о проекте. Но вот на этих всех шагах все равно уже включается наш сегодняшний пункт сопровождения. То есть мы уже сопровождаем человека. Мы его пригласили, мы с ним побывали на презентации, мы делаем ему звонок после презентации. Это тоже первые шаги сопровождения. Но на четвертом шаге оно начинается уже, как говорится, мы включаемся в полную силу. То есть у нас получается так, что на четвертом шаге мы уже вовлекаем человека в саму систему и в систему поддержки. То есть мы уже оказываем всяческую поддержку ему и помощь для того, чтобы он уже вошел, можно сказать, окунулся в проект, научился работать, научился делать те шаги, которые он уже выбрал. То есть мы будем говорить, что у нас люди могут быть, некоторые люди могут быть просто инвесторами, или, скажем так, некоторым людям нам не нужно ничего объяснять, они очень быстро схватывают, они получили информацию, сразу поняли, что нужно делать. А некоторые люди, они постоянно требуют помощи, им нужно помогать, они будут спрашивать, им нужно звонить, им нужно напоминать, и их это устраивает, для них это нужно. Это их образ взаимодействия, да, это их система работы, и мы это тоже распознаем. И вот когда мы понимаем, что есть человек, которому нужно помогать, вот тут мы включаемся и действительно помогаем. И так, когда на третьем шаге мы понимаем, что человеку понравилось, он такой воодушевился, он сказал, здорово, классно, я хочу, все, я буду в проекте, вот здесь дальнейший успех и нашего клиента, и наш собственный в построении нашей команды, в построении нашей структуры зависит конкретно от тех последующих шагов, которые мы сделаем мы. Мы сделаем именно для того, чтобы поддержать и сопроводить своего клиента и сделать его своим партнером. То есть мы сосредотачиваемся, какие мы делаем дальнейшие шаги, потому что существует такая статистика, если мы рассказали о проекте, человеку понравилось, да, он пошел домой раздумывать, вернее, подумать, и если мы не позвонили ему в первый день, вернее, давайте по-другому скажу, если мы ему позвонили в течение 24 часов, задали ему вопросы, как ему информация, как ему проект, что он решил, какое его желание дальнейшее, то есть если мы не вмешиваемся вот в течение 24 часов первых суток, вернее, если мы вмешиваемся и предлагаем свою помощь, что успех наш и его, и вероятность того, что он останется в проекте, будет 70%. То есть очень велика вероятность, что мы человека не бросили, и он включен, он не потух, и он идет дальше. Если мы свой звонок оставляем на второй-четвертый день примерно, то наш успех уже, вернее, процент нашего успеха, успеха, как бы, что мы доведем до сделки, да, он уже очень падает, и это он уже составляет 23%. И если мы от 5 до 10 дней ему не звоним, то есть мы этот срок сделали, сами сделали очень большим, то наш успех вообще опускается, падает до 7%. И здесь ситуации могут быть абсолютно разные. Человек может просто перегореть, остынуть и абсолютно передумать. То есть подумать, ай, да ладно я, ну что, я сейчас буду время на это тратить, изучать еще нужно, не особо и хочется. И как-то я жил без этого проекта, ну и проживу я, наверное, дальше. Вот, но пока не буду, да. Но бывает и другая ситуация. Бывает такая ситуация, что за это время кто-то его пригласил в какой-то другой проект, на какую-то другую презентацию, и он тоже принял это предложение, он тоже пошел, он тоже посмотрел. Но там был правильно сделан звонок, там были правильно сделаны первые шаги, или, так скажем, последующие шаги, да, и все, и наш клиент ушел. Он уже включился в тот проект, включился в работу, потому что он был готов к этому, ему чего-то не хватало, и он понял, здорово, классно, я иду туда. Да, и мы ему звоним там на десятый день, и он говорит, ой, ты знаешь, ну вот так получилось, перегорел, до меня пригласили, я как-то согласился, и там все закрутилось, завертелось. Ну, параллельно два проекта не хочу, да. И мы будем понимать, что это только наш какой-то прокол, что мы не позвонили вовремя. Именно в этой ситуации, когда он действительно откликнулся на какое-то другое, на какое-то другое предложение. То есть он был готов идти и что-то новенькое делать, что-то познавать, да. И тут мы понимаем, что да, здесь наша недоработка. Вот это и называются правильные шаги, правильные последующие действия. То есть мы не позволяем остывать своим клиентам, своим приглашенным, да, и делаем правильные шаги, так скажем. Вот. У нас существует три категории наших партнеров. Конкретно вот, допустим, у нас. Ну, в принципе, это не только у нас, это в любой компании. Это вообще, мне кажется, всех людей можно разделить на вот такие три категории. Но если брать конкретно наш проект, то мне проще приводить пример, да. Есть просто потребители, это те люди, которые инвестировали один раз или два раза, неважно, но только конкретно для себя. Получили свои пакеты, получили свой портфельчик. Может быть, иногда там включаются, а иногда и нет. И просто ждут, ну что же будет дальше, и когда начнется какая-то отдача, когда будут дивиденды, да, когда начнутся какие-то следующие подвижки. Есть люди, которые продавцы. Они и в сетевых компаниях, и в нашем случае, они умеют предложить, сделать предложение и, как бы сказать, заключить сделку, да, сделать эту первую прямую продажу. И у них это хорошо получается. То есть они делают презентацию, заключают сделку, делают презентацию, заключают сделку. И эти люди здорово умеют работать с первой линией. Возможно, они умеют еще работать со второй своей линией, если их партнеры из первой линии их попросят об этом, да, и они заинтересованы. Но дальше, дальше они не строят бизнес, они не строят команду. Им это не нравится. Им не нравится вот это глобальное какое-то мышление, правильная расстановка людей в структуре. То есть вот такие движения им не нравятся. Вот есть люди, он конкретный продавец. Он встретился, переговорил, продал. Все, и он счастлив. Его устраивают, его 15%. Мы знаем, у нас хороший маркетинг, у него большая первая линия. Те, кто строит структуру, те понимают, что очень хорошо и правильно работать в глубину. Но есть такие люди, которые работают только на первую линию. И они имеют право быть такими, какие они есть, и имеют право на существование тоже в нашем проекте. А есть люди-строители бизнеса. То есть это конкретно те, которые умеют просчитывать, им это нравится, они выстраивают эту команду. И нам важно в своем сопровождении вот этих всех людей, очень важно прощупывать их. И вполне возможно, что мы, потребителя, преподнеся ему правильно маркетинг и преподнеся ему правильно саму суть, что можно зарабатывать не только в долгосрочной перспективе, но можно и зарабатывать сегодня и сейчас, пока мы ждем, когда у нас закончится 15 этапов. То есть когда мы правильно преподносим какую-то информацию, мы можем перевести из одной категории в другую. То есть потребителя в продавца мы переведем, и ему, может быть, это настолько понравится, что он захочет еще больше узнать. То есть это вот и есть, в этом и заключается наша, так сказать, спонсорская работа. В этом и заключается наша задача сопровождения, которую вот мы сегодня раскрываем и докапываемся до глубины, чтобы понять, что такое правильное сопровождение. Потому что мы знаем, что те, кто умеют построить структуру и хорошо правильно расставить людей в своей команде, там, конечно, по маркетингу доход очень хороший, это очень правильно, очень выгодно, то есть расширять и углублять, делать все это одновременно. Итак, что у нас идет на четвертом шаге? На четвертом шаге у нас идет в первую очередь это знакомство с кабинетом и его разделами. То есть что мы делаем, когда мы знакомим человека с кабинетом? Мы проходим абсолютно по всем разделам. Мы показываем, как что работает, как работает кабинет, где у нас какие языки. Обязательно знакомим его с, ну, то есть разделы, где можно найти документы, где можно найти новости, да, чтобы полностью человек мог зайти и без нашего участия получить ту информацию, которую он хочет, потому что наш кабинет, он действительно очень богат такой информацией, да. Знакомимся его с маркетинг-планом. Рассказываем, какие у нас бывают конкурсы, какие у нас бывают награды. Вот это как раз и как мотивация перейти из первой категории во вторую, из категории потребителя в категорию продавца, когда мы рассказываем вот о конкурсе, награды, о том, что можно делать свой оборот, что можно делать сперва ли не получать деньги. В обязательном порядке показываем, где у нас есть реферальные ссылки. И знакомьте людей с тем, что у нас не просто реферальные ссылки, а у нас лендинги. Лендинг – это как своего рода электронная рекламная брошюра. У нас по лендингу, если у нас нет никакой информации, то по лендингу мы можем даже провести полную презентацию. Вы сами их изучите, сами посмотрите, какие они, потому что они разные, с разными акцентами. И посмотрите, по какому вам легче работать. Когда вы будете разговаривать с человеком, мы же уже понимаем, мы же рассматривали уже, что такое основной побуждающий фактор. Пообщавшись с человеком, мы уже выяснили, его основной побуждающий фактор. Мы уже знаем, кто перед нами по типологии. Звезда, командир или, допустим, дипломат. И мы уже понимаем, какая нужна информация, и мы даже правильный лендинг можем отправить этому человеку. Вот опять-таки, либо когда мы знакомим, показываем, либо когда мы переговорили и отправляем лендинг для того, чтобы человек зарегистрировался, для того, чтобы он немножечко больше изучил, зарегистрировавшись в кабинете. То есть мы все это тоже учитываем. Обязательно показываем, как работают наши платежные системы, разбираемся сами в них. Не секрет, что много у нас бывало сбоев. Сейчас вроде как все налажено, вроде все работает, но все равно в этом плане мы все друг другу помогаем. Поэтому новичков тем более особенно мы знакомим. Конечно же, рассказываем, что всю информацию мы берем только на официальных каналах, показываем, какие у нас каналы, где у нас есть вебинары, да, у нас есть целый отдельный канал Skyward Community Webinars, поэтому там действительно много хорошей информации, постоянно свежие какие-то новости. И это не только выпуски новостей, а все-таки, когда спикеры общаются, можно вот попасть на живое общение, можно задать свои вопросы. Это тоже очень важно для начинающих. Возможность уделить ему внимание прямо вот сегодня и сейчас, да, он всегда может зайти на сайт и послушать вебинары, задать какие-то вопросы. Ну, естественно, на сайт Дуницкого показываем, где какие можно взять его конкретные материалы, публикации о самом Анатолию Эдуардовичу, потому что многим людям очень интересно, кто он, что он, как у него все. Все это происходило, как он к этому пришел, к этому проекту. Поэтому на его сайт обязательно отправляем. Он действительно очень интересный, этот сайт. Вот. Дальше мы, как говорится, держим линии связи открытыми. То есть мы не только работаем конкретно с тем человеком, которого мы сейчас пригласили, вот мы ему все рассказали, мы его сопровождаем, да, но тем не менее мы не забываем, что для нас очень важно строить структуру, строить глубину и для того, чтобы научить его, смотивировать его тоже этим заниматься, мы можем попросить, во-первых, общение, попросить у своих клиентов разрешение на дальнейшее общение. То есть не против ли вы будете, если я буду вам присылать какую-то свежую информацию, которая появится. Вот у нас сейчас, допустим, произошла уже смена этапа, когда будет подходить следующее, мы в обязательном порядке обзваниваем своих клиентов и напоминаем, и мы в чаты пишем, да, что у нас вот скоро будет смена этапа и все, что из этого вытекает. Вот. То есть мы не просто сделали предложение, не просто довели, допустим, до сделки, да, но мы дальше все-таки общаемся с этим человеком. Бывают люди, которым интересно абсолютно все. Вот они новички, они очень мало знают о проекте, они говорят, мне все интересно, все будут читать. Вот. Есть люди, которые достаточно деловые, у них даже, может, и времени нету, просматривайте все наши ссылки, заходите там смотреть ролики, читайте какие-то статьи. Поэтому мы уже, понимая, что это за человек, чем он занимается, переговорив с ним, доведя, допустим, наше общение до первой сделки, мы уже понимаем его потребности, мы понимаем его интересы. И мы тогда сосредотачиваемся уже на более высококачественном материале, мы понимаем, что мы не можем ему отправлять все подряд, и мы ему тогда отправляем только то конкретно, что, ну, мы считаем, что его заинтересует, да, то есть мы тоже фильтруем немножечко информацию, даем только полезную, но очень качественную информацию, да. Вот. Допустим, вот сейчас у нас выставка будет экспо, если сейчас появляются уже новые материалы, как ее посетить, да, то есть эта информация деловым людям будет интересна, и мы ее, естественно, стараемся отправлять. Также более деловые люди привыкли общаться через e-mail, поэтому если мы договорились, что мы будем что-то отправлять на e-mail, мы уже говорили, да, что если мы что-то пообещали, мы в обязательном порядке все это выполняем, мы это делаем. Но здесь есть тоже нюансы. Когда мы отправляем какую-то информацию в e-mail, мы первое обязательно пишем тему письма, чтобы в этой большой почте наше письмо не затерялось. Там будет сразу тема, и наш партнер уже будет понимать, что это, о чем это и от кого это. То есть мы обязательно пишем тему. Если мы договаривались о том, что мы пришлем e-mail и договоримся о нашей следующей встрече, то уже в этом e-mail мы еще раз можем напоминать, как бы подтвердить дату и время нашей встречи, если мы ее заранее оговорили. Либо здесь мы предлагаем ему несколько вариантов. И если мы предлагаем встречу, то самое продуктивное будет, когда мы предлагаем два времени. Вот вам будет удобно в понедельник во столько и во вторник во столько. То есть выберите из двух. Чаще всего человек выбирает. Если он действительно в эти дни никак не может, он тогда вам скажет, давайте, может быть, в среду, там, в 19.00 я смогу, да. Но лучше всего давать два времени, тогда человеку легче выбрать. Это я уже такое отступление делаю, как маленькие такие приемы. Потому что если мы говорим, давайте в любое время, на неделе, человек может растеряться. Это первое. Потом второе. Психологически есть такой момент, когда вы говорите, что вы серьезно занимаетесь этим бизнесом, что вы очень часто и много встречаетесь, что, может быть, даже ведете какие-то там, не знаю, онлайн-вебинары, да, и вдруг вы предлагаете ему любое время на неделе. И тут человек может вам, ну, не совсем поверить, что на самом деле у вас так много встреч, что почему это у вас вся неделя такая свободная. Вот, поэтому предлагаем ему два времени. Но лучше всего, если мы заключая, ну, заканчивая первую встречу, первую беседу, уже заранее наметим следующую нашу встречу. Вот. Дальше в письме мы не отправляем целую статью. Если мы хотим отправить какую-то статью, то не отправляем целую статью, скопировав ее и вставив прямо к письму. Всегда нужно делать ссылку. Ссылка – это выглядит более компетентно, и мы будем выглядеть более компетентно, и солиднее будет сама ссылка, потому что человек, перейдя на ссылку, он попадает уже на официальный сайт, на официальный источник. И это правильный шаг, да. То есть, допустим, мы отправляем какую-то статью, какую-то ссылочку, подтверждаем какую-то дату нашей встречи, которую мы уже наметили, да, и пишем, ну, к примеру, да, мы пишем, это как такой скрипт маленький, что дата наша такая-такая-такая. Хочу напомнить, что мы с вами договорились встретиться в среду в 15.00. Ничего ли у вас не меняется? Подтвердите, пожалуйста. Вот. А пока вот статья, которую я вам, которую, я думаю, вам понравится, если вы почитаете, она понравится, потому что она о том, о том, о том. Да, можно написать краткое содержание немножко этой статьи, ну, как тезисно, да, вот, чтобы, может быть, человек понимал, есть ли у него время сейчас, насколько интересна ему именно эта тема сейчас, да, есть ли у него время сейчас посмотреть это. Вот. То есть, что я хотела этим сказать? Если мы обещали имейл, мы его делаем и пишем это письмо, чтобы оно было таким деловым, компетентным и правильным, ну, как-то так, да, то есть не просто какие-то там ссылки, пустые статейки. Вот. И не могу не сказать о повторных сделках. То есть мы никогда не забываем о повторных сделках, даже если мы поняли, что на сегодняшний день перед нами только потребитель, что он сделал только пакеты, что он оставляет в свой портфель и ничего не собирается больше делать, тем не менее мы все равно как бы действуем таким образом, что мы ему предлагаем что-то еще. Либо у нас меняется дисконт, либо у нас появляется какое-то новое предложение, либо у нас, ну, например, будут сейчас конкурсы, да, перед экофестом, мы все-таки все надеемся, что у нас получится провести экофест. Ничего не могу пока наперед говорить, пока нет окончательного решения. Вот. У нас будут какие-то конкурсы, да, об этих конкурсах мы тоже говорим своему потребителю. То есть как новости. У нас сейчас что-то, то-то, то-то, то-то новенькое, да, вот такое выгодное, вот такое интересное предложение. Да, то есть мы напоминаем ему о том, что у нас есть еще какие-то услуги, еще какие-то варианты. То есть повторные сделки, они важны, они нужны. И я вам скажу, что бывает так, что человек пришел, сделал инвестицию, проходит там год, а то и два. Вы не забывайте, что мы уже шесть лет в проекте, да, нас, мы уже отметили нашему фонду уже шесть лет. Вот. И вдруг случайно где-то, то ли в переписке, то ли при встрече мы с этим человеком начинаем взаимодействовать, и он говорит, слушайте, а у вас что там еще не заглохло? Мы говорим, да нет, это что, у нас все так здорово развивается. А что там за новости? А я туда не заглядываю, а я не смотрю, а я уже забыл. Да, и тут мы начинаем рассказывать, то есть мы говорим, что у нас произошло, какие у нас достижения, да, и все. И мы предлагаем, давай, давай, включайся, давай еще что-нибудь. То есть и мы опять-таки приходим вот к этой повторной сделке, да, и второй, третий раз. Ну, как бы еще раз хочу сказать, что будет ошибочно, если мы не установим, допустим, дату следующей нашей встречи, вот, потому что это есть наши последующие действия, и это есть наши шаги, которые приведут к успеху. И начнем с того, что если мы говорим, давай я тебе через месяца-два позвоню там или напишу и скажу, что у нас новенького, потому что мы тут ждем каких-то перемен, то человек уже будет готов к нашему звонку. То есть мы говорим, давай вот, там, ровно через два месяца, он еще может посмотреть свой ежедневник, не уезжает ли он куда-то, нет ли у него каких-то таких серьезных дел, да, и это уже запрограммирует его на то, что нужно подготовиться не только к встрече, а к тому, что будет что-то новенькое и, возможно, будет еще какая-то сделка, да, вот. То есть еще раз мы устанавливаем дату и время нашего последующего общения, всегда договариваемся о том, когда мы еще встретимся и дадим какую-то новую информацию. также мы не забываем о том, что у каждого из этих людей есть свой круг знакомых. И опять-таки, если он наш клиент, наш собеседник, только потребитель, и он не хочет ничем заниматься, тем не менее мы можем у него попросить связать нас с каким-то другим человеком из его окружения, кому, на его взгляд, было бы тоже интересно это предложение. То есть если наш клиент получил удовольствие, он тем, что заключил сделку, это же все-таки, понимаете, когда мы приходим в проект, узнаем информацию, мы что-то делаем, мы получаем свой пакет, то можно сказать, что человек доволен, все, классно, он сделал сделку, у него теперь вот на будущее есть пакет акций, да, и он уже, как говорится, довольный клиент, рекомендует нас тем людям, которые, ну, тоже могут откликнуться, потому что он уже сам рекомендуя человека вам, мы можем на него сослаться, или он сам этому человеку позвонит и скажет, слушай, вот сейчас встретишься, я дам твои данные, встречаешься с одним интересным человеком, он тебе посоветует, он там предложит, сделает предложение, там расскажет что-то очень интересное, да, и вот тем самым, когда он, наш клиент, связывает нас с другим человеком, это, как мы уже говорили, презентацию, когда мы делаем через третье лицо, да, то вот он как раз нам уже первый шаг, вот первый такой, как можно сказать, дополнительный делает, ну, вот уровень доверия к нам и к проекту, то есть тот человек еще нас не знает, но когда нас рекомендовали, и человек доволен, что у него все классно получилось, вот, вот, то есть вариант, что он нас тоже услышит, вот этот, к которому нас направляют, вот, и тут есть еще одна такая ситуация, которая была у меня лично, и я думаю, что у многих подобные ситуации случались, когда мой, можно сказать, давайте так говорить, клиент номер один, то есть моя первая линия, говорит, я буду только потребителем, мне ничего не нужно, мне ничего не интересно, не надо мне, и тут, тут же он мне дает рекомендацию, какого-то там из своих друзей, ну, вот он дает своего друга, говорит, вот поговорит, я думаю, что ему тоже понравится, он тоже пойдет, и вот приходит этот друг, и мы начинаем разговаривать, и он говорит, о, да, здорово, да, я тоже хочу, классно, давай будем регистрироваться, вот, вот, и что я делаю, то есть так как мне мой клиент из первой линии сказал, мне ничего не надо, я не буду строить никакую структуру, я могла бы его друга зарегистрировать в свою первую линию, но я этого не сделала, я все равно зарегистрировала его в свою вторую линию, да, он оказался на первом уровне моего приглашенного, и что здесь получается, мой клиент из первой линии уже партнером стал, потому что у него появился приглашенный партнер, он тут же получает деньги, он видит, что у него на бонусный счет поступает бонус, и у него сразу происходит такое переключение, у него появляется желание, здорово, смотри, я ничего не делала, у меня вот бонус пришел, а если я поделаю что-то, а если я все-таки приложу какие-то усилия, да, и здесь тоже, если мы относимся к этому порядочно и все-таки будем делать правильно, то вот эти наши клиенты, которые пришли конкретно как потребители, увидев, что у них начинает выстраиваться структура, увидев, что у них поступают бонусы, у них появляется мотивация поработать, и они автоматом могут даже переключиться уже в эти... продавца и уже начинать что-то делать, потому что они увидят реальные деньги. Это очень важно. Как только реальные деньги поступают на бонусный счет, человек заинтересует. в этом плане тоже, ну, думаем. Дальше очень важно сохранять теплые контакты со всеми, не забывать их после первой сделки, не бросать их. То есть мы поддерживаем с ними общение. Дальше я немножечко расскажу, как мы это делаем командно, но пока я говорю о личном общении. То есть мы отправляем какие-то... сделаем поздравления с праздниками своим партнерам просто как рассылку. Пожалуйста, не делайте рассылку. Это очень неприятно, это очень может не понравиться. То есть это, понимаете, это как будто бы работает робот. Обязательно напишите имя, поздоровайтесь и напишите имя, чтобы каждая смс выглядела как индивидуальное письмо. Пусть оно маленькое, коротенькое. Люди любят, когда произносят их имя. И мне очень не нравится, мне самой не нравится. У меня очень много людей, знакомых, так как у меня структура большая, и так как являюсь еще оригинальным куратором, и веду всевозможные информационные чаты, то, когда наступает какой-то праздник, меня очень многие люди поздравляют. Честно скажу, мне очень не нравится, мне даже как-то в какой-то мере неприятно, когда я вижу, особенно на WhatsApp это видно, что переслали сообщение. Просто переслали. Кто-то им прислал, и они автоматом хлоп-хлоп-хлоп, и всем остальным переслали. Но не нужно так делать, не делайте. Мы же все-таки уже, как сказать, обученные спонсоры, которые знаем семь задач, умеем их решать, умеем их выполнять. Мы можем делиться информацией с клиентом именно той, которая ему нужна. То есть так как мы знаем основной побуждающий фактор, мы знаем его уже какие-то хобби, какие-то его увлечения. Мы уже говорили, что когда мы начинаем с человеком общаться, мы немножко выясняем, кто перед нами, чтобы понимать, как с ним общаться, как ему передавать информацию, как он принимает информацию. Поэтому уже имея эти знания, мы уже можем в личной какой-то беседе, в какой-то маленькой личной переписке дать что-то интересное, то, что будет действительно ему интересно. То есть мы, как говорится, будем чуткими к ситуации клиента. Мы уже немножечко его знаем. Ну и, естественно, проявляем искренний интерес. Если мы написали человеку вопрос, и он нам дает ответ, среагируйте на этот ответ. Мы говорили об этом и в теме телефонных звонков. Я говорила, что это относится и к личным беседам, не только к беседам по телефону. То есть мы проявляем участие к людям. И приёмы, когда, допустим, мы можем отправить какую-то карточку, какую-то открытку от руки написанную, вот какую-то такую небольшую карточку. Допустим, ну вот как пример, спасибо вам за то, что уделили сегодня время для разговора со мной, с нетерпением жду нашу следующую беседу 16-го. Ну, к примеру, мы её уже наметили. Заканчивается наш разговор. Это могут быть такие карточки. Может быть, мы сами где-то отпечатаем. Может быть, это будут какие-то готовые открытки. И мы можем с этой открыткой даже прийти на первую встречу и уже её от руки подписать. И мы только вставим туда дату нашей следующей встречи. Поверьте, на сегодняшний день это всё уже давно отошло. Вот эти открытки всевозможные, там закладка, может быть, это будет такая красивая закладка в книгу. Но когда мы такую оставим после беседы, она останется у человека, она будет всё время ему напоминать. То есть это тоже своего рода такое индивидуальное внимание, нестандартное внимание к человеку, оно тоже будет ему напоминать. И о нашей беседе, ну, о вашей беседе, которая произошла, да, и о вас как о человеке, который вот с таким вниманием к нему отнёсся. Я могу сказать, такой вот канал, канал доверия открывает между людьми, между вами и собеседником. Вот. По презентациям, что хочу сказать. Мы уже говорили по презентациям, да, и сегодня я могу сказать, что нет плохой презентации, есть плохое сопровождение. Потому что что такое презентация? Это информация о проекте. И как я уже сказала, кому-то, возможно, каких-то два слова, он говорит, так, всё, стоп, это мне понятно, это мне понятно, это я сам посмотрю, всё здорово, хорошо, да, и тогда только мы договариваемся, пожалуйста, если что-то тебе непонятно, я всегда на связи, но, естественно, не ночью, да, то есть мы как будто, мы всегда должны быть доступными, вот, чтобы в любой момент человек мог получить от нас ответ на свой вопрос, да, и мы тогда говорим тому, кто хочет сам разбираться, который быстро всё схватывает, вот, я на связи, если что, звони. И давай тогда, если ты мне долго не будешь звонить, ты не будешь против, я там иногда тебе буду позванивать или что-нибудь подкидывать, да, а есть люди, вот, которые, которым реально нужно сопровождение, как вот прям за руки провести, вот. Мы понимаем, как нам выстраивать с ней взаимодействие, да, это как на картинке лейка и цветок. Если у нас будет посажен цветок, и будет полная лейка набранной воды, мы знаем, что цветку нужна вода, и мы поставим рядом с этим вазоном лейку с водой, то с цветком ничего не произойдёт, он всё равно засохнет, да, потому что лейка будет стоять просто рядом. А если мы будем поливать это растение, то оно будет расти и цвести. Так же и с нашими клиентами, люди, которых мы пригласили в проект, для них это всё новенькое, и пока это всё для них интересно, мы их поддерживаем, мы им помогаем, мы их сопровождаем, и вот это вот и будет называться правильное сопровождение, если наши клиенты расцветают, если у наших клиентов всё получается, если мы видим, что у них структура разрастается, то, значит, мы делаем всё правильно. Дальше я хочу сказать несколько слов о конверсии. Что такое конверсия? Конверсия – это соотношение, выполнив каких-то действий, к конечному результату. Измеряется она в процентах. Давайте возьмём на примере нашего сайта. Допустим, не спонсорская работа, а просто люди. Люди заходят, где-то в интернете что-то делаем, 600 из них перешли на сайт, всё-таки щёлкнули на эту кнопочку и посмотрели, что же там такое интересное. 200 человек проявили какой-то интерес, перешли дальше по ссылкам, может быть, оставили заявку, чтобы наша служба поддержки с ними связалась или прислала им какие-то новые материалы. У нас есть такое предложение, оставьте свой e-mail, и вы будете в курсе свежих новостей. Вот ещё 200 человек как-то среагировали. И из них 20 всё-таки совершили сделку, всё-таки сделали инвестицию, выбрали как бы быть в проекте. И что мы имеем? Из тысячи людей, которые увидели рекламу сайта, 20 человек дошли до конечного результата. Таким образом мы понимаем, что у нас конверсия 2%. Ну, это если мы берём просто сайт. Здесь только действия самих людей. Если же мы возьмём свою работу, естественно, конверсия у нас будет намного больше. И наше стремление её всё время, как бы этот процент, всё время увеличивать. И вот чтобы было более понятно, я вам скажу так, что у нас существуют определённые фазы вовлечения. То есть мы на сегодняшний день понимаем, что у нас есть много людей, которые знают о проекте, которые знают, чем мы занимаемся, которые знают, куда мы ездили. Допустим, тот же экофест или тренинги, кто более активно участвовал. То есть они знают, что мы строимся где-то в Мариной Горке. Мы им делали уже презентацию, мы делали им предложение, знакомились с какими-то нашими инвестиционными предложениями. То есть мы понимаем, что у нас есть люди, которые уже что-то знают. Так вот, если коротко, то я разделила весь наш процесс на пять фаз. То есть первое – это поиск потенциального инвестора. Это когда мы пишем список людей, делаем первые обзвоны. Или первое – общение. Уже когда мы его приглашаем на встречу, то есть это либо звонок, либо уже живое общение. Далее – это презентации проекта, когда мы даем ему информацию о проекте. Далее мы говорим о нашем предложении, какие у нас есть, ну, о возможностях участия в проекте, да, рассказываем. Это вот наше предложение инвестирования. И конечный результат – это уже как бы сделка. Конечная сделка. То есть в среднем пять. Мы их можем разделять еще на какие-то подэтапы, но пять – это так очень четко, понятно, то есть мы понимаем, да. И сейчас, когда мы проанализируем всех своих знакомых, кто уже что-то от нас знает о проекте, мы можем понять, на какой фазе он у нас остановился. И каждого человека провести до конца, до этой инвестиции. Может быть у нас такое, что мы понимаем, что у нас есть клиенты, мы понимаем, что мы общались, мы понимаем, что мы делали презентацию. И у нас таких людей там 10, 12, 16 человек, которые все выслушали, знают все новости. Вот мы сделали презентацию, человек никак не принимает решения. Он то говорит потом, то еще что-то, то еще что-то. То есть, ну вот никак не хочет. Тогда мы начинаем думать, что мы сделали не так. Так, значит, вот мы застряли на этой третьей фазе. Что мы неправильно делаем в этой презентации? Тогда мы немножечко работаем с собой. Мы тогда посмотрим, чьи это еще презентации. Мы, может быть, посоветуемся со своим наставником, со своим спонсором. Может быть, пригласим его, чтобы он сделал эту презентацию, уже на какие-то личные встречи, да. То есть мы смотрим, на какой фазе у нас происходит торможение. Может быть, эти люди остались на разных фазах только потому, что мы им не перезвонили, и не пришли на встречу. И все дело не в наших знаниях и в неправильности какой-то подачи, а просто мы забросили их. Вот то, о чем мы сейчас говорили, вот это наше сопровождение где-то сломалось на каком-то этапе, да. Тогда мы смотрим, где что, и дорабатываем. То есть очень хорошо, если мы выебем, прямо вот выпишем всех своих людей и определим, на какой фазе они остановились. И тогда мы можем их уже, прорабатывая каждого отдельно, мы можем их довести до сделки. Ну, либо довести до сделки, либо человек нам скажет окончательное нет. Ну, все, конечно, зависит от того, как настроен человек, да. Вот. И здесь тоже очень важно понимать, значит, какой средний цикл повлечения, сколько у нас в среднем уходит времени на того, чтобы вот от первого контакта, да, до конечного результата. И сколько вот этих потенциальных инвесторов на какой они фазе. То есть это вот то, что я сказала, выписать и прямо чтобы мы видели эту свою статистику. Тогда нам легче будет с ними работать. Еще мы называем, вот каждого такого человека, мы еще называем как дорожка успеха. То есть мы берем человека, мы его находим, мы ему сообщаем, мы делаем встречи, презентации и инвестиции. Вот это есть один человек, который проходит через все эти фазы. Вот это дорожка успеха. Ну, не знаю, нашего, его, наша совместная, называйте это как хотите. Но вот это есть дорожка успеха. И вот нам важно выяснить, сколько у нас таких дорожек на сегодняшний день запущено. Довести все до какого-то логического завершения и в дальнейшем смотреть. Для того, чтобы мы могли справляться с новыми клиентами своими, чтобы мы могли дать им полноценное сопровождение, полноценную поддержку, чтобы мы могли им уделить столько внимания, сколько им нужно, нужно стараться вот этих запущенных дорожек успеха держать максимально шесть, не больше шести. Тогда мы держим в поле зрения всех людей, и мы никого из них не потеряем. И никто на нас не обидится, что мы вот бросили, не поддерживаешь, не звонишь, и все, и не хочу я больше там, что-то мне там не понравилось. То есть мы тогда, если их немного, мы можем их всех держать в поле зрения. И мы тогда сможем сделать вот это вот свое правильное сопровождение и повышать процент своей конверсии. У нас есть такие клиенты, это слово, у них 90% конверсии, потому что человек умеет доводить до конца, он прям буквально проводит по всем этапам своего нового приглашенного, как сказать, потенциального инвестора, которого превращает уже в полноценного партнера. Я могу вам сказать так сейчас, что вот, ребята, теорию вы все знаете, поэтому берите, стартуйте, продумывайте все свои шаги, анализируйте свои ошибки, планируйте, тренируйте, сделайте, делайте, делайте. Все, делайте. Я могу вам сделать и сказать, что нужно делать. Вот все, делайте. Но к успеху мы придем тогда, когда мы все-таки научимся отвечать на вопрос, как это делать. Потому что сухую статистику, сухой план, сухие пункты, но мы понимаем, мы знаем, мы знаем, как это делается. То есть вернее, мы понимаем, что это нужно делать, но мы не всегда знаем, как это делать. И вот когда к нам приходят люди, и мы должны их научить, как это делать. То есть они будут нам задавать этот вопрос. А как? А я понимаю, что надо звонить. А как звонить? А я не умею. Научи меня, как это делать. И вот это уже, вот это уже, сейчас у меня перескочил. И вот это уже называется наставничество. Когда мы не просто говорим, что нужно делать, а когда мы умеем научить человека, как это делать. Это та же поддержка, это та же поддержка, это тоже сопровождение, но это более глубокое, это более такое проработанное. Вот смотрите, например, что происходит в жизни, что такое наставничество. Это, например, маленьких детей, детей, папа и мама берут за руку и учат их жизни, учат их в этой жизни что-то делать. Прямо вот рассказывают, показывают. Ну вот за руку проводят. Когда мы приходим молодыми специалистами, допустим, на какое-то предприятие или вот осваиваем профессию, то нам тоже хорошо, когда у нас есть наставник, и мы еще раз на практике всему учимся, уже у своего наставника, и мы ему всегда задаем вопросы. У нас будет масса вопросов, если мы хотим стать хорошим специалистом. Да, и мы будем все время говорить наставнику, задавать вопросы, как, как, как. И вот он нам будет рассказывать. Так и в нашей ситуации. Нам тоже для того, чтобы стать хорошим наставником, нам нужно научиться отвечать на этот вопрос, как. В наставничестве есть три основных этапа. То есть это знакомство, это сопровождение индивидуальное, и это сопровождение всей структуры. Что значит знакомство? Знакомство – это, как мы уже говорили, выявляем потребности, это наш основной побуждающий фактор. Определяем целевую группу, с кем мы можем работать, с кем будет наш человек работать. Знакомство с кабинетом и вторичное знакомство. То есть вот это все первое, мы через это уже все прошли, мы уже понимаем, что это такое. Это и есть наша дубликация, это и есть наша поддержка, наше сопровождение. Мы уже говорили про кабинет, я не буду повторяться. Что такое вторичное знакомство? Вторичное знакомство – это как раз то, что я уже немножечко проговорила, когда человек сделал, допустим, сделал какую-то сделку и все, и забыл. И он ждет, когда что-то будет. И вот мы ему звоним. Мы ему звоним и прямо в полном смысле слова можем сказать «Здравствуй, Марина, давай с тобой второй раз познакомимся». Что это значит? Расскажи, что у тебя произошло в жизни, что поменялось, что приобрелось, от чего избавилась. Может быть, у человека изменились жизненные ситуации, изменилась так, что она совершенно не собиралась ничего делать, а сегодня мы ей напомнили о себе, напомнили о проекте, о том, дали вот эти последние новости, о том, как мы продвинулись. И ей вдруг захотелось, у нее появилось и время, и желание заняться построением структуры. Поэтому, когда мы напоминаем им о себе, это тоже большой плюс и для нас, и для нашей команды, и для этих людей. То есть, во-первых, о них не забыли, во-вторых, мы им даем какую-то возможность, мы им даем какие-то новости, и, возможно, он начнет, ну, как бы, включаться. Вот. Что значит сопровождение индивидуальное? Это не только вот мы рассказали ему, показали, что и как нужно делать, но мы можем ему давать какие-то первые задания. То есть, ну, новички, особенно те, кто никогда не были в сетевых компаниях, они вообще не знают, с чего начинать. Поэтому мы можем даже тот же банальный список контактов, а мы уже знаем, как научить человека создавать этот список контактов, чтобы ему было легче вспомнить всех своих знакомых. Да. То есть, мы даем задание там к следующей встрече написать 50 или 100 своих знакомых имен, хотя бы просто имен, неважно, вспомнишь ты его телефон, найдешь ты его какие-то контакты, просто напиши имена своих знакомых, чтобы ты четко понимал, этот у меня оттуда, этот оттуда, а этот оттуда, да, чтобы при разговоре с этим человеком ты мог напомнить ему, ты знаешь, мы с тобой учились, там, ты мой одноклассник, или мы с тобой ходили в детский сад. То есть, и не только мы даем задание, но, естественно, мы еще и проверяем выполнение этого задания. Это тоже очень важно. Тогда человек будет более ответственно подходить к тому заданию, которое ему дали. Поверьте, это все будет ему на пользу. Может быть, это выглядит как какая-то игра, но это пойдет на пользу тому, кто действительно хочет включиться, но не знает как. Да. Также мы можем проговорить с ним о его цели, помочь ему поставить его цели, спросить, может быть, какие у него были до недавнего времени цели, какие достигнуты. Потому что есть же, может, люди, как мой сын, говорит, мечтаю прыгнуть с парашюта. Все, вот просто мечта. И вот раз, все, наконец-то его мечта сбылась. Он в 25 лет спрыгнул с парашюта. Поэтому мы проговариваем, ставит ли человек новые цели, если он уже к чему-то пришел. И какие он чувства испытал, когда он все-таки достиг своей цели, когда исполнилась его какая-то мечта. И мы его еще раз мотивируем поставить цель и еще раз пройти через нее. И, может быть, в этом проекте научиться заработать денег для того, чтобы осуществить эту цель, чтобы как бы смотивировать его и подтолкнуть его еще раз, испытать вот эти вот суперские эмоции, которые он испытал, когда достиг своей цели. Также мы можем говорить о планировании. Точно так же мы можем с ним прям расписывать, просто расписывать эти последующие шаги. Давай ты пригласишь на следующую встречу там двоих людей. Давай ты сделаешь там два звонка. То есть и прям расписывай. Или за неделю сделать там то-то, то-то, то-то. Вот давай мы с тобой сейчас написали список, через неделю мы с тобой встречаемся, и ты мне покажешь галочки, как ты выполнил. И расскажешь мне, что ты чувствовал, когда ты их выполнял. То есть, ну, это работа. Наставничество – это работа. Но мы реально человека учим пройти через это всё самому, для того, чтобы он уже с лёгкостью потом мог это передавать дальше. Вот. Также мы можем обзванивать лидеров из глубины. То есть мы прямо берём свою структуру, смотрим своих лидеров. Может быть, те, у кого уже… Мы смотрим, что человек уже как-то стал неактивным, хотя у него есть определённый даже статус. То есть мы можем пригласить его на встречу, мы можем сделать какую-то групповую встречу. Также мы можем добираться в глубину до каких-то людей, обзванивать их, допустим, тех, которые зарегистрировались, но у них нет ни одной сделки. То есть мы понимаем, что напрямую мы в глубину не можем сейчас найти контакты, но отследить цепочку, то есть мы смотрим, у кого он в структуре, мы отслеживаем цепочку, мы звоним в свою первую линию, потому что мы можем её просмотреть, рассказываем ему о том, что там есть человек где-то в глубине, и вот по цепочке мы находим, доходим до телефона этого человека и звоним ему, разговариваем, спрашиваем, какие были впечатления, почему не было инвестиций, чего не хватило. Это тоже называется индивидуальное сопровождение. Это не то, что человек будет работать, поэтому мы его сопровождаем, а мы из глубины достаем тех людей, которые у нас уже есть в структуре, и выясняем, как мы можем быть им полезны, как мы можем им помочь для того, чтобы он начал работать. Потому что если уж он зарегистрировался, значит, его уже что-то заинтересовало, значит, что-то его смотивировало сделать этот шаг. Поэтому с такими людьми тоже работать очень легко и хорошо, потому что там уже положено начало. И часто бывает так, что достаточно дать какие-то новости, какие-то наши достижения, и человек опять включается, он возвращается, и он говорит, да, вот зря я не сделала это, конечно, раньше, но хорошо, что еще можно успеть. Вот это будет называться индивидуальной работой. Также можно делать сопровождение всей структуры. То есть мы можем создавать и вести какие-то информационные чаты. Я понимаю, у нас есть большие региональные чаты, где-то по 300 человек, да, но можно сделать структурные чаты. И там мы сможем, там в этих чатах, мы сможем уже немножечко общаться друг с другом не только на тему проекта, но немножечко там, может быть, какое-то общение по интересам, приглашение куда-то там. Ребята, выставка, да, давайте всей структуры сходим там на выставку. Делаем какие-то смс-рассылки. Опять-таки информирование о каких-то событиях, но с позволения, конечно, людей, да, мы всегда договоримся, могу ли я тебе прислать, могу ли я тебе, да. Либо мы, наоборот, делаем какую-то рассылку на e-mail, и мы отправляем на e-mail какую-то хорошую, большую информацию, вот, и тут же смс-очкой пишем, здравствуй, Анатолий, я отправила на e-mail очень интересную информацию. То есть вот эта связь, она всегда должна быть. Очень хорошо проводить собрание с какими-то лидерами, со структурой, то есть неважно, это будет собрание конкретно по Skyway, либо это будет собрание какое-то по мотивации, да, может быть, мы придумываем какое-то посещение какого-то мероприятия, какого-то тренинга или какого-то семинара, и он может быть вообще на совсем другую тему, может быть, не знаю, какой-то личностный рост, ну, что-то очень интересное, может быть, если мы собираем женскую команду, мы с девочками идем на какой-то семинар по красоте, там, по йоге, не знаю, то есть чтобы были у структуры какие-то общие интересы, то есть вот только таким образом мы можем сделать команду, потому что для сетевиков, для сетевиков создание команды очень важно, здесь нужно поработать. Мы где-то, я соглашусь, что сетевики – это не команда, здесь каждый сам по себе, но с другой стороны, и можно это дело оспорить. Да, в офисах говорят, ну, вот в офисе ребята каждый день работают, может быть, где-то кто-то встречается, едут, то есть вот это точно команда, да, а сетевики – не команда. И вот очень важно, когда мы свою структуру, из своей структуры делаем команду, тогда можно и на совместный какой-то досуг, да, и, не знаю, выставки, сейчас вот хорошая погода, можно выехать на природу, там спортсмены, кто-то любит просто в палатках на берегу озера полежать, а кто-то в этот момент, может быть, где-то там по реке сплавляется, потом все вместе опять собрались, как у нас была такая была интересная команда, у нас половина, ну, половина нашей группы, половина нашей компании любили сплавляться по реке, а некоторые просто любили отдыхать. И что мы делали? Одни шли наверх и там на плотах ехали, а вторые ехали просто сразу туда, где будет конечная точка, куда приплывут наши плоты, и мы уже там разбивали лагерь, делали костры, приезжали, все хорошо проводили время. То есть когда есть какой-то совместный досуг, то вот тогда он помогает держать команду в ресурсном состоянии. Мы друг друга поддерживаем. Естественно, даже если мы встречаемся, и у нас не тема нашего проекта, тема встречи не наш проект, да, совершенно другая, мы все равно вернемся к своим темам, мы все равно вернемся к своему проекту, мы все равно поделимся какими-то достижениями, мы все равно зададим друг другу вопросы, мы предложим друг другу помощь. И это будет в такой непринужденной обстановке, и это будет очень сильная энергетическая поддержка друг друга. И вот это и есть сопровождение всей структуры, когда мы всю команду собираем вместе и придумываем какие-то мероприятия. Я даже не хочу говорить слово пандемия, потому что скоро все-таки все закончится. Мы все выдержим, и мы будем встречаться, и мы будем ходить в походы, и мы будем делать большую дружную команду из своей структуры. Вот что мы можем подумать, задать себе вопросы. Считаю ли я себя наставником? Сколько партнеров в моей структуре? Скольких партнеров я сопровождаю в данный момент? Сколько лидеров и мастеров у меня в структуре? Знаю ли я сейчас, сегодня это? Со сколькими лидерами и мастерами я так и не познакомился? То есть я понимаю, что они там в четвертом уровне есть, но я даже не знаю, кто это. Сколько активных партнеров в моей структуре принимают сейчас участие в каких-то мероприятиях, обучениях, ездят на тренинги? Скольким партнерам в день я делаю звонки? Посмотрите, для чего нужны эти вопросы. Вот эти вопросы как раз и помогают нам понять, наставник ли я, или тут же направляют нас на те действия, которые мы понимаем, что мы их ещё не сделали. Но, тем не менее, они подсказывают нам, что нам сделать, какие действия нам сделать, и они подсказывают нам, как их сделать. И что это как раз-таки нас и приведёт к тому, что у нас будет образовываться команда, чтобы стать настоящим наставником. То есть чем отличается, вот сейчас, если задать вопрос, чем отличается наставничество от сопровождения? Ну, это тоже самое сопровождение, да, только более углублённое, более, как сказать, с большей теплотой, с большим пониманием мы относимся к человеку и помогаем ему, да, как бы быть полезным, быть ему нужным для того, чтобы вот привести к успеху. В принципе, наш цикл как называется? Путь к успеху, простые шаги, приводящие к успеху. Поэтому мы же понимаем, что наш успех зависит от успеха нашей команды, от успеха каждого партнёра в этой команде. Поэтому, когда мы превращаемся в настоящего, становимся настоящим наставником, тогда успех нашей команды, конечно, будет обеспечен. Потому что 90% нашего успеха, нашей победы, это всё-таки тщательные и точные последующие действия, те, которые мы оказываем и совершаем в нашем сопровождении, в нашем наставничестве. Поэтому я желаю всем, чтобы эти шаги делались с лёгкостью, чтобы эти все шаги были правильны, и чтобы все пришли к большому-большому успеху. И, наконец-то, мы большими-большими командами приехали на большой-большой полигон, на Экофест, и все там увиделись и встретились. Спасибо большое за то, что были в этот вечер со мной. Всего хорошего. Желаю вам доброго вечера. Вечера ещё длинные. Ещё можно заняться какими-нибудь полезными, интересными делами для себя. Всего доброго. До свидания. И до следующего четверга. Там мы уже закроем цикл и поговорим о возражениях и как с ними работать. Всего доброго.